Эфир Абхазского телевидения продолжает Русская служба новостей. Здравствуйте! В студии Алиса Шамба и в начале выпуска. Коротко о главных темах дня. 5% из средств годового республиканского бюджета будут выделяться на программу развития сельского хозяйства. Соответствующий законопроект принят парламентом в окончательном чтении. Историку, литератору, общественному и политическому деятелю Абхазии Станиславу Лакобой исполнилось 70 лет. Мастер-классы, демонстрационные уроки, обмен опытом и профессиональный рост. В Сухуме начала работу вторая международная зимняя школа «Учитель года». 23 февраля во многих странах постсоветского пространства отмечается День защитника Отечества. Президент Абхазии Аслан Бжаня поздравил президента России Владимира Путина с праздником. Аслан Бжаня пожелал защитникам Отечества с честью и мужеством нести свою службу во имя мира и процветания Российской Федерации, а Владимиру Путину крепкого здоровья, новых побед мира и благополучия. Владимир Путин поздравил с Днем защитника Отечества ветерана Великой Отечественной войны, участницу Сталинградской битвы Валентину Шульгину, сообщает спутник Абхазия со ссылкой на РИА Новости. Телеграмму и букет цветов Шульгиной передал представитель посольства России в Абхазии Валентина Шульгина, единственная участница Сталинградской битвы, проживающая в Абхазии. В январе этого года ей исполнился 101 год. 5% из средств годового республиканского бюджета будут выделяться на программу развития сельского хозяйства. Соответствующий законопроект принят парламентом в окончательном чтении. Во втором окончательном чтении приняты проект закона об электронной цифровой подписи в банковской системе. Речь идет о внедрении электронного документа оборота и масштабное использование электронной подписи. В первом чтении принят представленный президентом законопроект, касающийся ужесточения наказания за нарушение ПДД. Штраф за вождение в нетрезвом виде, согласно законопроекту, вырастет в 4 раза. Также за нарушение предусмотрено лишение водительских прав на полгода, а за повторное лишение прав на год и арест на 15 суток. В бюджет фонда репатриации внесены изменения в связи с выделением 300 тысяч долларов на поддержку Турции и Сирии после землетрясения. Ввиду того, что истек срок полномочия председателя контрольной палаты республики депутат Беслан Халваш представил коллегам две кандидатуры на эту должность – Батала Айва и Астамура Аргун. Голосование было тайным. В итоге ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов. Не пришел и законопроект о внесении изменений в закон об органах государственной безопасности. Расширенный репортаж с заседания сессии парламента смотрите в нашей сегодняшней программе в рубрике «Амши и Кушара Ятсу». В связи с окончанием срока полномочий Общественной палаты Абхазии 5-го созыва президент Аслан Бжаня подписал указ об утверждении членов Общественной палаты 6-го созыва. Членами палаты утверждены Астамур Адрибан, Роберт Ашба, Роман Герия, Сократ Джинджолия, Гули Кичба, Людмила Лолуа, Тарломия, Вороздат Миносян, Леонид Оси, Давид Пиля, Тимур Пипи, Александр Страничкин, Низам Хапат. Общественная палата состоит из 35 членов из гражданского общества, 13 из которых назначаются президентом, 11 являются представителями местных администраций и еще 11 представителями различных политических партий и общественных движений. Историк, литератор, общественный и политический деятель Абхазии Станислав Хлакоба отмечает юбилей. Профессору Агу, заслуженному деятелю науки, кавалеру ордена Ахдзапша второй степени исполнилось 70 лет. С юбилеем Станислав Хлакоба поздравил президент Хаслабжане. Проявляя себя в науке, искусстве, общественной и политической деятельности, вы внесли существенный вклад в национально-освободительную борьбу абхазского народа. Заслуживает уважение ваш вклад в дело сохранения культурного, исторического и духовного наследия Абхазии. Укрепление ее международных гуманитарных связей, говорится в поздравлении главы государства. В честь 70-летия Станислава Хлакоба в Абиги была организована научная конференция под названием «Славный юбилей ученого и поэта». Она объединила коллег и друзей Станислава Засимовича. Репортаж Эсмы Голанзе. Историк, филолог, литератор, общественный и политический деятель – все это разные грани одного человека – Станислава Хлакоба. Свою научную и политическую деятельность он в одинаковой мере посвятил Абхазии. Пером, словом и делом отстаивая интересы абхазского народа и его государственность. Я начинал как историк, как археолог. И, в общем-то, остался в этой области, как я себя понимал и представлял. Это было так. Даже когда то, что вы говорите, была политика, ну, извините меня, тогда в руководстве тоже практически одни историки. А еще, что меня выдвинули в депутат, я на второй или третий день узнал. Я даже не знал. То есть, какой-то вот такой заинтересованности, чтобы я куда-то на цели нашел, конечно, не было. Но принимал участие в форуме, да, и принимал участие в основном вот в полемические статьи, на исторические темы. Очень многие были тогда мною написаны. Вот в ответ на всякие публикации в Грузии. Я был в самое сложное время, потом ушел вместе со всем парламентом, когда кончился первый срок. Научные труды, написанные Станиславом Лакоба, очень ценны. Это книги, монографии, учебники, статьи, посвященные истории, политике и культуре нашей страны и народов Кавказа. Многие из них пролили свет на исторические эпизоды Абхазии, которые пытались скрыть или исказить враги республики. Последнее время, знаете, у нас что пошло? Чем толще книга, тем почему-то считают, что это очень значительно. На самом деле, в принципе, даже небольшая статья, она может о многом, понимаете, сказать. Например, ну вот я, когда публиковал уже немало еще материалов, в те годы, где можно было быстро, ну там, скажем, в газете публиковал. Ну, старался какие-то новые материалы публиковать, неизвестные. Ну вот они остались. Во многих журналах публиковался тогда. Так что, ну, где-то, я думаю, более 150 работ в общей сложности. В честь 70-летия Станислава Лакобова в Абиге была организована научная конференция под названием «Славный юбилей ученого и поэта». Она объединила коллег и друзей Станислава Засимовича. А Слава родился в день Советской Армии. И он, как и многие другие, защищал свою родину не с автоматом в руках, а более серьезным оружием. Своим интеллектом. Недавно мы издали «Историю Абхазии», в которой 27 лекций по истории Абхазии. Естественно, лекция профессора Лакоба. Поздравление депутатов парламента. И спикер Ила Аши Ашуба зачитал руководитель аппарата Народного собрания Вадим Бжания. Вы человек с активной гражданской позицией, патриот, преданный избранному делу, умеющий отстаивать интересы государства. Стоите в ряду авторитетных политиков нашей республики и являетесь знаковой для страны личностью. Присущий вам масштабный уровень мышления, профессионализм, целеустремленность в научной, общественной и политической деятельности снискали вам заслуженное уважение не только на родине, но и за ее пределами. Исследовательская работа в Японии. Чтение лекций в университетах Токио и Великобритании. Участие в международных конференциях и переговорах. Биография Станислава Лакоба богата и разнообразна. Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. И если к этим славным словам добавить еще и восточную мудрость, что у каждого своя правда, но истина всегда одна, то все сказанное с лихвой можно отнести к славе Лакоба. Еще одна грань личности Станислава Лакоба – литературно-поэтическая. Он член Союза писателей, лауреат премии имени Гулия. Одна из книг, которая по-особенному ему дорога – «Крылились дни в сухом кале». Одна из лучших книг Станислава Лакоба «Крылились дни в сухом кале» стала своеобразной культурно-познавательной энциклопедии, открывающей малоизвестные страницы абхазо-русских творческих взаимосвязей. Я частенько заглядываю в нее, чтобы еще раз мысленно перенестись в диковинно-созидательную эпоху сухумского ренессанса – 20-е, 30-е годы XX века. Сегодня Станислав Лакоба продолжает трудиться на поприще науки. Своими знаниями щедро делится со студентами. Мы работаем с архивами, с материалами некоторыми, связанными с Статинестором Лакоба, с музеем. В ближайшей перспективе, конечно, хотелось бы, чтобы этот музей, который сегодня восстанавливается, чтобы мы добрались до его открытия. Станислав Лакоба – именно тот, кому удалось максимально использовать свои знания и интеллект во благо Родины. В свои 70 лет он полон сил и творческих планов. Премьер-министр Александр Анкваб заслушал информацию председателя пенсионного фонда Дениса Гулария о проводимой пенсионным фондом совместно с Министерством соцобеспечения и демографической политики работе по исполнению поручения президента Республики Абхазия Санабжания, связанного с повышением на 20% пенсионных выплат отдельным категориям инвалидов отечественной войны народа Абхазии. Как доложил Денис Гулария, кроме упомянутых категорий граждан, повышение пенсии коснется инвалидов-резервистов всех категорий. Семей погибших, в том числе добровольцев, военнослужащих, срочников, получивших инвалидность при несении службы. Денис Гулария также проинформировал об исполнении бюджета фонда на 104,3% по отношению к утвержденным законам на 2022 год показателям. Премьер-министр поручил сохранять динамику поступлений средств в фонд и выдерживать график производимых выплат. При этом было особо указано на необходимость принятия исчерпывающих мер по исполнению поручения президента Абхазии. Мастер-классы, демонстрационные уроки, обмен опытом и профессиональный рост. В Сухуми начала работу вторая международная зимняя школа «Учитель года». Мероприятие продлится до 26 февраля. Организатором проекта выступают Министерство просвещения Республики и Межрегиональный клуб «Учитель года». На торжественной церемонии открытия зимней школы присутствовал Министр просвещения Нолгаблия. Репортаж Алики Трапш. Содействие развитию партнерских отношений и конструктивного взаимодействия между педагогами школ страны и ближнего зарубежья. Главная цель Международной зимней школы «Учитель года». Для участия в проекте из разных регионов России приехали лучшие учителя по географии, химии, биологии, физике, астрономии. Я надеюсь, этот год будет наполнен новыми победами, новыми знаниями. Желаю нашим участникам, служителям, в первую очередь, интересных открытий для своего коллектива педагогического. «Учитель года» – уникальная площадка для обмена опытом педагогов России и Абхазии. Проект также дает возможность учителям познакомиться с новыми методиками преподавания. Для нас большая честь снова быть на Абхазской земле. Нам здесь очень нравится. Мы очень рады встрече, восприятия Абхазии. Нам приятно обидеться опытом, потому что это наша жизнь, наша профессия. Мы в ней живем, и для нас большая радость, когда мы можем получить что-то новое и отдать что-то новое другим. Все, мне кажется, колоссальное преимущество «Учителя года» и конкурсов, которые вокруг «Учителя года» существуют – это возможность увидеть не только, как педагог рассказывает и показывает урок, а как он готов этот урок спроецировать на ту педагогическую деятельность, которой занимаются учреждения массовой школы. Вторая международная зимняя школа «Учителя года» будет проходить до 26 февраля. Торжественная церемония открытия зимней школы завершилась праздничным концертом. Аля Катравшко, Мила Джопа, Абхазское телевидение. Открытие проекта «Учитель года» началось с проведения мастер-класса в школах столицы. Российские педагоги поделились с коллегами практическими наработками и методиками преподавания самых различных предметов. А в завершение мероприятия все его участники посадили во дворе образовательных учреждений деревья. Подробности в репортаже Рады Чачава. Работа педагога в современном мире не только исключительно важна, но и крайне тяжела. Воспитание и просвещение подрастающего поколения – ответственное и сложное дело, а потому обучая, необходимо обучаться. Проект Международной зимней школы «Учитель года» помогает преподавателям из самых разных уголков Абхазии и России обмениваться опытом и профессионально развиваться. Дедушкам и бабушкам здоровья и пусть пьют кипяток с утра. Да, это очень хорошо. Посмотрите, правильный режим, хорошее настроение, заниматься делом и чистота воздуха. Вы живете просто в благодатье. Почему? Потому что у вас воздух просто пьянящий, обалденный. Открытие проекта началось с проведения мастер-классов в школах столицы. Российские педагоги поделились с коллегами практическими наработками и методиками преподавания самых различных предметов. Были проведены демонстрационные уроки. Мне нужно было показать разные методики. Первый урок с использованием информационных технологий, а второй урок был просто обычный, когда были даны задания на бумажных носителей, и дети с удовольствием работали. Ребятишки улыбающиеся, ребятишки думающие, со смыслом говорящие. Такой обмен между учителями России и учителями Абхазии, он дает возможность обогатиться нам. Он дает возможность узнать культуру друг друга. Просто замечательно и познавательно, и очень необходимо проводить такие мероприятия. Три момента, которые мне очень понравились. Это как бы новинка для моих, пополнило мои знания. И надеюсь, вот сейчас началась еще секция вторая, еще больше пополнит мои знания. Организатором Международной зимней школы выступает Министерство просвещения Абхазии совместно с межрегиональным клубом «Учитель года». В проекте примут участие все педагоги республики, а с российской стороны – учителя года из более чем 20 регионов России. Открытие новой стем-лаборатории в первой городской школе совпало с открытием нашей Международной зимней школы. И вот химики, биологи сегодня как раз и используют все возможности этого кабинета, нового лабораторного оборудования. Интеграция разных предметов сегодня была продемонстрирована благодаря нашим гостям. Занятия и лекции для учителей будут посвящены способам преодоления стереотипов в обучении, выработке новых подходов в решении учебных задач, развитию творческих способностей школьников, а также знакомство с различными электронными образовательными ресурсами, научными достижениями в области образования, передовыми цифровыми технологиями и принципами гибридного обучения. Мы очень благодарны руководству Министерства просвещения языковой политики Республики Абхазия за приглашение снова посетить республику. Приехали и те учителя, которые работали, некоторые новые учителя, у нас здесь 20 человек, это все победители конкурсов «Учитель года». В рамках вот этого движения «Учитель года России» мы здесь работаем. Мы представляем шесть предметных областей, поэтому здесь, собственно, сейчас параллельно идет работа в шести секциях предметных. Физика, химия, биология, география, начальная школа и математика. Содействие, развитие партнерских отношений и конструктивного взаимодействия между педагогами школ нашей страны и стран ближнего зарубежья – это не только прекрасная возможность для учителей принять участие в самом масштабном и полезном образовательном мероприятии, но и залог развития всей национальной системы образования. Эти четыре дня, надеюсь, будут очень плодотворными, будет много вопросов, идей, открытий. И уверен, что наши коллеги тоже будут активно вовлекаться и использовать все увиденное, самое ценное и полезное уже в своих школах, в своих классах. В Международной зимней школе участвуют преподаватели, воспитатели-методисты общеобразовательных учреждений. После мастер-классов его участники высадили деревья во дворе школы. По завершении проекта «Учитель года» будет создан методический цифровой банк, в который войдут все авторские разработки педагогов, принявших участие в проекте. Рада Чачава, Алексей Боструков, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска по традиции прогноз погоды. По сообщению гидрометцентра, в пятницу 24 февраля на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погоды, без осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью минус один, плюс четыре, днем пять, плюс десять. Температура морской воды плюс девять. На этом наш выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова